Слушайте, работать невозможно, когда в студии появляется масса новых запахов. Масса новых предметов, таких манящих. Милена, что у тебя там такое? Ребят, я вот, знаете, начну, наверное, с того, что, как буду сегодня в роли хозяйки, как радушная хозяйка, угощу вас финиками и молоком. Так, это мне. А наслаждайтесь, а знаете почему? Что началось, Милена? Это мне. Расскажи лучше, что началось. Что Саша забрала, мне мне тоже интересно. А вот почему финики и молоко? Марокканцы очень гостеприимны, несмотря на то, что даже бывают не очень богаты. И в качестве хлеба-соли, так сказать, они преподносят вот именно своим самым почтенным гостям финики и молоко. Марокканский хлеб-соль такие. Милена мне принесла, я самый почтенный. Ребят, выделите, а я сегодня расскажу о традициях гостеприимства. Ну, Юлечка, этими палочками ты можешь, собственно, есть эти финики. А из чего они? Из чего не знаю. А я вам расскажу о традициях гостеприимства у разных народов, в разных странах. Все мы любим принимать гостей, кто-то больше, кто-то меньше. Любим ходить в гости. Но у каждого из народов есть свои определенные традиции. Вот, например, марокканцы, как я говорила, очень любят гостей. Для них гость – это очень важный, уважаемый человек. И для него они готовы предоставить все самое лучшее, самое замечательное, все, что есть у них в доме. И помимо молока и фиников, которые они предлагают своим гостям, они еще угощают всем зеленым чаем. Это традиция. Знаменитый мятный чай в Марокко. В Китае, например, не принято ходить в дом с цветами, поскольку это говорит о том, что этот дом не так красив, и украшения мы принесли с собой. Поэтому в Китае, когда пойдете в гости, лучше с собой сладости возьмите, а не цветы. В Средней Азии гостю, например, в пиалу, да, естественно, знаете, все, что любят чай там, наливают одну треть пиалы чая. А все почему? Потому что полную пиалу, если вам поднесут, то это значит, что... Уходи быстрее. Да? Да, Юлечка, уходи быстрее. Наша приятная беседа и встреча подошли к концу, а так очень с уважением и почтением хозяин относится и бдит за тем, чтобы чай был у гостя в пиале, и подливает ему каждый раз свежий чаек. А в Японии, например, если вас пригласили в гости, то знайте, что вы попадете на целую церемонию. И японцы очень редко приглашают в гости к себе домой, поскольку считают, что их дом недостаточно красив, недостаточно хорош для вас, как для почтенного гостя. Но если вас пригласили, то будьте готовы. Вам предложат перед самым входом снять свою обувь и надеть сандалии, такие деревянные особенные сандалии. И свою обувь вы должны поставить возле двери, носками к двери. А верхнюю одежду, если пришли в верхнюю одежду, нужно снять еще до того момента, как вам открыл дверь хозяин. Мирена, скажи, пожалуйста, а что значит, когда одна гостья пытается у другого гостя молоко забрать? Ну я один глоточек, просто должна проверить, хорошее молоко или не очень. Я меняюсь на финики, все очень просто, смотри. Какие финики? А какое молоко? Какие финики? О чем речь, вообще не пойму. Ребята, ну уж поделитесь там, не поделитесь, а поделитесь молоком. Вот в таджикскую семью, если вы придете, вам предложат вымыть руки и полотенце. Это уважение нужно проявить, и если даже вы уже мыли руки, обязательно сделайте это еще раз. И вот так вот воду с рук встретить не надо. На столе стоит какой-то хлеб, это что такое? Юля, что ты забегаешь вперед? Мне интересно. Таджикская лепешка, вообще хлеб на Дестархане у таджиков это святое нечто. И таджикскую лепешку не разрезают ножом, а собственно ломают вот так двумя руками. Так, наверное, знаете, вкуснее и аромат хлеба сразу ощущается. Тепло рук тех, кто пел, пек эти лепешки вам обязательно сейчас передам, но не смотрите так на меня. А в татарских семьях вот так принято издревле, что гостей встречают, и гости приезжают на несколько дней, на два, на три дня, и встречают их сразу чаем, а потом сразу предлагают в баню сходить. Не удивляйтесь, это вот именно радушие, и с дороги человек набирается сил, баня всем известна, что придает сил. Ну, мне еще нравится, как в татарских семьях, в одной моей татарской семье говорят не чай, а чай, 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 ну да. Вот так вот мы коротко с помощью Милены прорекламировали разностранные приветствия утренние. Шесть странные насчитала. Шесть, да, было сейчас? Я бы рассказала еще больше, но я думаю, оставим это на следующий раз. На следующие разы, да, сейчас мы прервемся на короткий коммерческий период в виде рекламы, а после вернемся в эту студию.